Наша следующая точка называется бизнес-гипотеза. И здесь я хочу вам сказать, что если прошлая точка, бизнес-идея, являлась краеугольным камнем ваще, то бизнес-гипотеза это если вам получилось сформировать бизнес-гипотезу вашего стартапа, я гарантирую вам, гарантирую вам, что на 60% результат и успех вашего бизнеса у вас в кармане. А теперь давайте разберем, что такое бизнес-гипотеза. Бизнес-гипотеза это наше предположение. Что такое гипотеза вообще? Это предположение, сформулированное в виде утверждения. Мы предполагаем, но при этом мы утверждаем что-то. Мы можем на это опереться, чтобы двигаться дальше. Что происходит с каждым стартапщиком? Если мы чего-то не знаем, значит мы думаем, мы этого не знаем, значит мы не можем двигаться дальше. Я вам скажу, что в нашей жизни мы всегда, всегда будем много чего не знать. Мы всегда не знаем очень много вещей для того, чтобы развивать наш стартап. Но это не означает, что нам не надо двигаться. То есть это ловушка, это мыслительная ловушка, это тупняк. Когда мы, о, мы этого не знаем, значит мы сидим и ничего не делаем. Что позволяет делать гипотезу? Гипотеза, этот прием, мыслительный прием позволяет делать, если мы чего-то не знаем, значит мы можем предположить, как это может быть. Предположить мы можем всегда. Мы можем предположить, что это так. И предположив, что это так, опереться на это знание так, как будто это так. И сделать следующее логическое утверждение. Или сделать следующее логический шаг. Или сделать следующее логическое действие. В этом фишка. Потому что тогда мы можем двигаться, и нам, нам, не нужно все знать. Означает ли это, что нам ничего не надо знать? Нет, не означает. Мы дотягиваемся до того знания, которое у нас есть, и до того, до чего мы можем дотянуться. А все остальное формулируем в виде гипотезы. Итак, бизнес-гипотеза – это наше предположение, как, за счет чего и почему наш стартап будет успешным. Мы логически выкладываем, мы выкладываем цепочку, логическую цепочку, состоящую из того, что мы знаем, того, что не знаем, а, соответственно, предположили о том, что это так, и связываем все это в логическую цепочку успеха. Успеха нашего стартапа. Итак, можно также сказать, что сформулированная бизнес-гипотеза – это как маяк для мореплавателя в тумане. Андрей Жуков мне всегда говорит, что нужны хорошие метафоры, когда понятно мышлению, что это такое. Так вот, бизнес-гипотеза, как-то Андрей меня спросил, и родилась такая метафора, что бизнес-гипотеза – это как маяк в тумане для мореплавателя. Где бы ни заходился, где бы ни находился мореплаватель, маяк всегда укажет, что, какое следующее действие, куда, в каком направлении надо плыть. И хорошо сформулированная бизнес-гипотеза дает понимание рисков, какие риски есть в стартапе, опорных факторов успеха, и помогает, по сути, помогает перейти к формированию стратегии развития стартапов. Хорошо сформулированная бизнес-гипотеза. Как она выглядит? Она выглядит из трех частей. Первая часть выглядит так. Это начальные предположения о внешнем мире. Мы из всего многообразия мира выписываем те факты или факторы, которые мы считаем значимыми для успеха нашего стартапа. То есть мы говорим, такая-то тенденция, такое-то что-то в мире происходит, такая-то существует возможность, такая-то существует проблема. Мы думаем, что количество людей, которых это могут, вот столько. Мы думаем, что существует вот такая потребность. Мы думаем, что происходит вот такая тенденция, а это означает, что через какое-то время будет вот это. Мы это все формируем в виде гипотезы нашего предположения. Мы не знаем, что это так на самом деле. Мы это предполагаем. С той или иной вероятностью мы это можем предположить. И мы это предполагаем. Таким образом, начальные предположения – это те факторы из внешнего мира по отношению к стартапу, которые значимы для успеха стартапа. Понятно? Из внешнего мира. Это те возможности, которые открываются во внешнем мире. Вторая часть. Это наши предположения о том, как, за счет чего и почему наш стартап будет успешным. Фактически, это предположения основываются на наших сильных сторонах. И мы не просто указываем наши сильные стороны. Мы указываем наши сильные стороны в предположении относительно того, как наши сильные стороны повлияют на успех нашего стартапа. Именно на успех нашего стартапа. То есть, какой ключевой фактор есть у нас, который позволит нам успеха добиться с нашей точки зрения. В чем он? Где наша фишка? Где наша сильная сторона? В чем она заключается? И последнее предположение гипотезы – это предположение о нас самих и о наших действиях. Здесь мы указываем на оставшиеся, ненаписанные выше предположения, значимые для успеха нашего стартапа. Обычно это наши предположения об успешных действиях, этапах, о том, что у нас должно получиться на пути к успеху. И вот сейчас, внимание, вся дальнейшая деятельность, наша деятельность, после того, как мы сформулировали бизнес-гипотезу, направляется на то, чтобы проверить те предположения, которые мы сделали. И если, проверяя эти предположения, то есть, выходя на факты, мы видим подтверждение наших предположений, значит, мы двигаемся в правильном направлении, мы двигаемся в направлении к успеху. Потому что мы уже логически все сложили в такую последовательность, чтобы она вела к успеху. Если факты, которые мы получаем относительно наших предположений, которые мы сделали, показывают нам обратное, мы сделали неверные предположения, когда мы их делали, значит, надо переформулировать бизнес-гипотезу с опиранием на те факты, которые мы получили. И снова ее переформулировать так, чтобы она вела к успеху. Сформированная бизнес-гипотеза дает пищу размышления, риски и узкие места в логике капитана, в той логике, как он простраивает свой успех, успех своего стартапа. Потому что, смотря на выложенную логику и опорные факты, которые опирается капитан, мы можем обладать другими знаниями относительно капитана, и можем подвергнуть то или иное сомнению, или можем проверить это, мы можем сказать, мы можем увидеть ошибку в логике. Это легко, когда последовательность выложена, когда бизнес-гипотеза сформулирована. Таким образом, мы можем гонять бизнес-гипотезу до тех пор, гонять, это означает менять, рассматривать разные факторы, а может быть это так, а может быть это не так, делать новые предположения. До тех пор, пока у нас не появится уверенность, что да, с большой долей вероятности это так, это так, это так, если мы сделаем так, если мы опиремся на так, 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 то мы и придем к успеху. И дальше мы спокойно начинаем дальше делать действия, проверяя наши предположения на практике. Вот что такое бизнес-гипотеза. Пример. Ну давайте посмотрим, кто у нас сформировал бизнес-гипотезу. А хотите посмотреть бизнес-гипотезу в сибирской артиле? Чтобы посмотреть бизнес-гипотезу в сибирской артиле, вначале она не простая, не простая. Простую хочу привести, это бизнес-гипотеза транс-интеграла. Здесь она еще сформулирована в первом, когда еще не было разбито на три вещи. Но здесь я ее сейчас вам прочитаю, и вам будет понятно, в чем заключается бизнес-гипотеза, и в чем успех стартапа может быть. То есть бизнес-идея. Мы предлагаем индивидуальные решения для доставки грузов из-за границы в РФ. Мы его назвали интегрированным аутсорсингом. То есть включая все этапы оформления внешнеэкономической сделки. Мы предоставляем компанию-заказчику одного специалиста на определенный период для выполнения конкретной задачи. И теперь, собственно говоря, сама гипотеза. То есть еще раз, это транспортная логистика, доставка грузов из-за рубежья в Сибирь, ну в Сибирь сюда. В этом как бы суть бизнес-идеи. И бизнес-гипотеза. Мы предполагаем, что на рынке существует достаточно компаний, для которых востребована данная услуга. Мы сможем ее продать. Чистая прибыль будет достаточной. Данный бизнес может масштабироваться за счет увеличения команды. Это очень просто. И мы продолжаем, сейчас сделав лендинг, мы продолжаем проверять эту гипотезу. То есть наш клиент, это человек, компания, у которой транспортная доставка встроена в бизнес-процесс. У него есть потребность в транспортной логистике, в перевозке его грузов из-за рубежа сюда. У него есть выбор, либо нанимать транспортную компанию, либо нанимать к себе специалиста. Нанимать транспортную компанию дорого, нанимать к себе специалиста дорого, потому что у него постоянная зарплата. Мы предлагаем промежуточное решение, когда один человек заходит в компанию, оказывает услуги как транспортная компания, при этом по отношению к заказчику работает изнутри, как специалист, как внутренний сотрудник. И гипотеза, что мы предполагаем, что существует достаточное количество компаний, для которых востребована данная услуга, мы сможем ее продать, чистая прибыль будет достаточной. И данный пинус может масштабироваться за счет увеличения команды. Сделав вот эти предположения, мы двинулись и проверяем их сейчас на практике. Вопросы? Ну, по поводу, я сказал, значит, по поводу бизнес-гипотезы самой сибирской артели, чтобы ее посмотреть, надо зайти в седьмой подраздел сайта «Автезаурус», и есть здесь бизнес-гипотеза сибирской артели. Отдельно вынесено здесь начальные предположения о внешнем мире, что предлагает сибирская артель «Терем», собственно говоря, и кому мы это предлагаем, предположения о том, как и с чего, почему у нас стартап будет успешен, и конечные предположения. Текста много, читать не буду, можно отдельно посмотреть из-за конца. Очень интересно. Так, вопросы? Мы ставим нолик, если этот вопрос является избыточным и бессмысленным, один крестик, если вы сформировали свою бизнес-гипотезу, два крестика, если ответ записали на своей странице, и три крестика, если записали, и есть стопроцентное понимание, как сделанные игработы вписываются в результат вашего стартапа. А мы переходим к следующей точке.